Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами пойдем в магазин Massimo Dutti. Я знаю, что многие, очень многие его любят и любят обзоры из этого магазина. Я сняла также примерки сегодня, будут в этом видео. Обзор совсем будет коротенький. В магазине снимать там не очень разрешают, поэтому я как бы так втихаря немножко поснимала. Но в принципе, что хочу сказать, что очень много уже зимней такой одежды, теплых свитеров, теплых пальто. И вот я обратила внимание на кожаную одежду, кожаные плащи, кожаные куртки, которые есть в Massimo Dutti. Кстати, один из немногих масс-маркетов, который продолжает производить одежду с натуральной кожей и довольно хорошего качества и довольно по низким ценам. Несмотря на то, что сам магазин Massimo Dutti, в общем-то, не дешевый, а кожаные изделия по сравнению с ценами на кожаные изделия в других магазинах у нас в Канаде довольно-таки бюджетные. Например, вот тот большой такой черный плащ, который я вам только что показала, стоил меньше 800 долларов. Это очень дешево по нашим понятиям, потому что в другом магазине такой плащ может стоить, наверное, полторы-две тысячи долларов. Ну и вот такая кожаная коротенькая курточка-косуха за 388. Это тоже, вот поверьте мне, это действительно очень бюджетно. Ну все, давайте перейдем к примеркам. Девушки, всем привет! Примерочная Massimo Dutti. Сегодня маленькая, к сожалению, большая была занята. Попытаемся перекричать музыку и... Сейчас я посмотрю, может она... Нет, занята. Massimo Dutti. Смотрите, какие мы сегодня красивые, разноцветные, сиреневые, в общем, бежевые. Все у нас сегодня зеленые, у нас сегодня все цвета. Яркие, не очень яркие. Буду издали пытаться сниматься, показываю себя. Я сегодня в платье под змею. Такие босоножки нашла, старые какие-то. Старые, но такие удобные, классные. Я их забыла, как-то забросила. Они вообще очень красивые, на самом деле. И коротенький такой пиджачок. Я полюбила их. Они появились в последнем сезоне, во всех масс-маркетах. В прошлом сезоне было много этих пиджаков. Поняла, что это очень классная штука. Она так увеличивает верх, и вы надевая его на любой свой, так сказать, под низ что-то, все что угодно. В принципе, может быть, брюки, может быть, все что угодно. Я, кстати, померю вас сейчас с брюками. У меня тут есть. Посмотрим, как это выглядит. Ой, сумку забыла снять. Сумка у меня такая сегодня. Почтальон в печке. На самом деле, очень классная вещь. Мне очень нравится. У меня есть несколько таких. Я купила там разных цветов. В общем, классно. Давайте будем примерять, и начнем мы... Давайте начнем вот с брюк, с бежевого, жилет у меня такой еще растянутолстый. Посмотрим. Пока я там с вами болтала и приветствовала, освободилась большая примерочная. Я, конечно, тут же в нее перенесла свои пожитки и то, что я принесла померить. Видите, какое у меня красивое сиреневое пальто. Супер. Ну, я очень рада, что у меня есть большая примерочная. И не нужно будет себя снимать 10 раз туда-сюда. Еще раз покажу вам себя. Полный рост. Сейчас уже видно. Ну, почти что полный рост. Все, давайте примерять. Хватит болтать. Первый образ молочно-бежевый. Кстати, очень неплохо выглядит. По-моему, совсем неплохо, девочки. Очень хорошие брюки. Вы знаете, как я отношусь к брюкам? Я не очень хорошо к ним отношусь. Но вот эти вот прям мне очень понравились, потому что они... Сейчас попробуем их показать. Они прямо очень классные. Вы знаете, они сделаны из какой-то ткани. Вот прям типа фланель такая, знаете. Как будто бы вот для зимы, для осени просто супер. Единственное, что они светлые. Но на сухую погоду. И они, знаете, внизу, сзади... У них небольшая сделана резинка такая. Они так собраны. Я не знаю, это хорошо или плохо, но как бы выглядят они немножко как такие, получается, спортивные брюки. Здесь такие защипы, карман. Очень симпатичные брюки. И вот с таким вот... С таким вот светлым темпером. Вот корла. Я не люблю с корлом свитеров, но, в принципе, вполне можно так носить. Он, кстати, очень большой. Это размер смол. Но... Такой оверсайз как будто бы. В принципе, довольно неплохо, мне кажется. Так бежевая такая, бежевая молочная гамма, которую мы все любим. Так очень спокойно, очень расслабленно, очень по-осеннему, по-зимнему классно. Пальто супер-классное. Супер-дорогое. Что оно стоит? Что-то дорого, по-моему. Да, 359 долларов. Недешево. Но цвет потрясающий. Не знаю, какой-то размер. И, собственно, я потом вам все сниму, девочки. Это мидиум. Очень красивое пальто. Вот с бежевыми брюками и с таким вот свитером. Яркое такое пятно. То есть, в принципе, вот вещи под низ такие базовые, бежевые, однотонные практически. А сверху вот такое вот красивое яркое пятно. Выглядит очень красиво, по-моему. Мне нравится. Что вы скажете? Мне кажется, очень неплохо. Мне кажется, просто супер-пупер неплохо. Вообще, пальто шикарное, конечно. Помните, я мерила, здесь голубое было, их уже нету. А вот сейчас они повесили вот эти вот. Видите, оно вот без подкладки. Ну, из такой довольно... Из такой теплой пальтовой ткани красивее. Ну что, добавили немножко градус цвета. Оставила я те же самые брюки. Видите, они неплохо, очень неплохо смотрятся. Надела сиреневый, нежный сиреневый кардиган шерстяной. Он очень симпатичный. Красивый очень цвет. Потрясающе. Но как бы должно быть хорошо вот с этим пальто. И с жилетом должно быть хорошо. Сейчас я примерю пальто и потом примерю жилет. И покажу вам, как это будет выглядеть. По-моему. Неплохо. Это тоже, по-моему, смол. Или мидиум. Не знаю. Мне кажется, смол. Он такой огромный. В общем, довольно большие вещи в массе в дути. Такие объемные. Тоже красиво, правда? Вот это пальто с этим кардиганом. Он не как бы одного тона. Ну, как бы одного сиреневого цвета. Только это светлее, пальто темнее. И вот с такими нейтральными светлыми бежевыми брюками, по-моему, совсем неплохо. Выглядит. Ну и с жилетом тоже неплохо. Немножко добавили цвет под него. А то, в принципе, вот этот свитер, ну, как бы получился такой вот слегка монохром, а тут немножко яркого, яркого цвета. И тоже получается симпатично. Потому что цвета такие пастельные. В принципе, и жилет, кардиган довольно такой, хоть за сиреневым, но пастельного цвета. Вообще, конечно, этот жилет очень красивый. Такая, знаете, стилеобразующая вещь, как это называется. Но, не знаю, по практичности, мне кажется, он не особенно, не особенно практичен. Так, давайте все, что я сняла, с себя сняла, я вам покажу цену и размер. Это small sweater, очень большой. И он стоит 150 долларов. Вот такой вот номер, его если вы хотите, девочки, купить или посмотреть на веб-сайте, то вот вбейте вот этот вот номер сверху, который кончается 025. Или вот, наверное, вот лучше вот этот, это называется артикл. 5600-564706. Я думаю, что вот этот вот вбейте, если этот номер, то вы найдете его на веб-сайте. Ну и состав, меня многие ругают, что я показываю состав. Некоторые, наоборот, просят. В общем, девочки, если мне нравится, показываю состав. Я стараюсь побыстрее, просто пролистайте дальше. Значит, у него хороший состав. 95% шерсти, 5% кашемир. Довольно хороший состав у этого свитера. В принципе, за 150 долларов, я считаю, что это совсем неплохо. Брюки стоят 99 долларов. Это размер 40. То есть, 8-й американский. Они очень хорошо на меня сели. Вот прямо тютелька в тютельку. И у них вот тут вот резинка сзади. То есть, они очень удобные. Такие мягкие. Знаете, вот такой фланель. Прям фланель. И я сейчас вам сниму код. Делайте скриншот, если вы хотите найти на веб-сайте. Вот так вот. Вот такие цифры. И состав их 64% картона, 36% полиэстер. Взяла еще юбку такую, принесла. Она очень интересная. Кстати, вот с этим кардиганом я хочу сказать, что он довольно-таки широкий, объемный. И если носить его просто сверху, надеть на юбку, это некрасиво. Получается такой, знаете, квадрат. Коробка такая. А вот если его немножко так заправить, с одной стороны, с другой оставить, в принципе, даже, в общем-то, как бы интересно. Юбка очень интересная. Посмотрите, у нее очень интересная ткань. Такая, как будто бы сжатая. Я даже не знаю, странная ткань. Очень приятная такая легенькая клеточка. Вот такие немножко сиреневые, либо ордовые, бежевые, серые. В общем, вот сама она черная. Здесь у нее такая вот складка. Зашитая, не расходится она. И карманы. Очень классная юбка прям классная. Ну, опять же, зная моя любовь к юбкам, то мне все юбки кажутся очень классными. Ну, и вот с этим кардиганом совсем неплохо. Я думаю, что и с этим свитером бы она вот, с этим, она бы тоже выглядела хорошо. Единственное, что он очень большой, объемный, и он бы просто как-то вот спускался бы очень низко. Она, в принципе, знаете, немножко такая расклешенная. Мне кажется, что это не очень хорошо. Если бы она была узкая, то было бы хорошо с большим длинным свитером. А вот такой вот фасон не совсем. Ну, конечно, совсем неплохо это все выглядит с пальто с сиреневым. Почему бы и нет? Очень такое классическое сочетание. Юбка, пальто и кардиган шерстяной. Вообще пальто шикарное, конечно. Массимо делает такие красивые пальто. В прошлый раз, повторюсь, еще раз было грубое. Сейчас сиреневое. Просто, просто восторг. Это даже красивее как-то. Такой цвет глубокий, просто шикарный цвет. Ну и тоже совсем неплохо с жилетом. В принципе, он такого цвета, что он подход ко всему, абсолютно ко всему. Вы понимаете, что жилеты сейчас везде. Причем они всех, всех вариантов. Есть такие, как пуховики, есть такие вот как пальто, есть потоньше, как пиджаки, но без рукавов. В общем, жилеты сейчас везде и всюду. И самое-самое, что именно есть, по-моему, модная часть гардероба. Убка стоит 150 долларов, размер медиум. Очень, как раз мне точно тетенька в тетельку на меня села. И вот это вот ее номера. Сейчас покажу состав. Значит, сама юбка сделана полиэстер, шерсть и катон. И подкладка у нее сделана из 100% катона. У нее вот здесь вот есть подкладка. В общем-то, довольно длинная. Так что, вот видите, такая ткань интересная. Как будто вы жатые. Ну и состав неплохой. Кардиган обалденного цвета. Стоит 130 долларов, размер смол. Он довольно большой, девочки. Довольно объемный. Вот это вот цифры. Баркод и цифры. Смол, представляете? Он такой-такой объемный, довольно широкий. Ну, в общем, не буду вас мучить этикетками. 4% шерсть, все остальное, всякая синтетика разная. Но цвет шикарный, конечно, очень красивый. Это комплект. Это платье и такой кардиган сверху. Точно такого же цвета. Это очень красиво, на мой взгляд. Единственное, что я взяла размер, по-моему, мы идем сейчас посмотрю. Потому что, или даже варч, чтобы вот это вот здесь мне не очень облегало. И все равно, как бы, у меня немножко там что-то видно. Но, потому что у него довольно такая большая пройма, широкое платье тоже. Там короткий рукав. Я потом сниму вот кардиган сверху и вам покажу. Очень красиво. Это так элегантно. И так, знаете, благородно, да? Когда вот две вещи набором одного и того же цвета, одного и того же качества. Очень красиво. На моцикле вот это очень красиво. Обалденно красивый изумрудный цвет. Просто потрясающе красивый изумрудный цвет. Посмотрите, как красиво. Супер. Очень красиво. Мне очень нравится. Он так вытягивает силуэт. И, в общем-то, знаете, такой прямо... Ну и цвет, конечно, цвет богатый, что называется. Шикарный цвет. Я сняла кардиган. Показать вам, как выглядит платье. Оно тоже выглядит неплохо без кардигана. Немножко такой странный рукав. Такой, знаете, как бы летучая мышь чуть-чуть. Но, в принципе, интересный, необычный. То есть это... Он, видите, у него здесь как реглан сделан. И вот так вот он пришит. С поясом нужно его надеть, в принципе. Ну, мне кажется, что так лучше. Потому что вот эта вот пройма, если надеть сюда пояс, она как-то будет не очень хорошо смотреться, мне кажется. То есть он такой свободный, на расслабоне. Так вы знаете, очень-очень-очень красивый комплект. Безусловно, красиво это будет выглядеть с этим жилетом. Потому что насыщенный цвет платья и кардигана, и бежевый жилет. В принципе, не должно быть никакого диссонанса. Действительно, очень красиво. Ну и, конечно, с сиреневым. Вы знаете, два насыщенных ярких цвета. Очень красиво смотрятся вместе. Единственное, что... А, собственно, ничего. Ничего единственного. Очень красиво вместе. Вот красиво. Потому что два цвета, которые... Две однотонные вещи, таких глубоких темных цветов, очень-очень хорошо выглядят вместе. Еще раз вам покажу. Вот два ярких глубоких цвета. Просто супер, как красиво, потрясающе. Сейчас тяну живот и сфотографирую. Сделаю красивую фотку. Значит, этот комплект можно купить, конечно же, отдельно. Отдельно продается платье, которое стоит 150 долларов. Я мерила размер мидиум все-таки, не лар. И отдельно вот этот кардиган, который стоит 170-169. И тоже размер мидиум. Они висели вместе. Я, конечно, их взяла вместе. Вот это его код. Это кардигана. А это бар-код платья. Ну и состав у них одинаковый. Немножко вискозы. Ну, половина вискозы, остальное полиэстер, полиамид. Вот здесь вот. Ну, в общем, вискоза с синтетикой. Но цвет обалденный. Сейчас вот не передают. Здесь такое освещение. Ну, вы видели меня в зеркале. Цвет обалденный. Давайте я вам сниму пальто. Значит, тоже мерила я размер мидиум. Стоит оно 360 долларов. Вот это его цифры. В принципе, я могла бы и ларч. Мне так мидиум был так, в принципе, ну, в притык. Ну, не то чтобы в притык, но так. Не очень свободно. Значит, вот у него нет подкладки. Подкладка есть только в рукавах. Ну, вот так оно сделано. Хорошо, аккуратненько сделано. Все очень достойно. Ну, и оно сделано 73% шерсти, 27% полиамид. Ну, в общем-то, почти что полностью шерст. Полностью шерстяное пальто. 73% это довольно много. И давайте я с нему жилет. Он не дешевый, стоит 400 долларов. Мерила я размер смол, потому что он очень большой. Он даже смол невелик. Но, опять же, если его носить на какое-то на пальто, на жакет, на, в общем, на что-то большое. И вот эти вот его цифры такие. Оно сделано с подкладкой. Есть подкладка. То есть, вот так. Оно тоже 77% шерсть, 20% полиамид и 3%, я не поняла, что. И подкладка ацетат с вискозой, по-моему. В общем, что-то такое. Ну, тоже хороший состав, конечно. Ну, очень дорого. 400 долларов за жилет. За жилет. Представляете? Все, девочки. Вот такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Красивые вещи в Массиму. На этот раз довольно красивые вещи. Много чего мне понравилось. Но цены такие, ого. Цены очень кусачи. Поэтому пока, наверное, подождем с покупками. Подождем до распродажи, если что-то останется. Скорее всего, что ничего не останется. Ну, как есть. Все. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша Дикая из Канады. Пока-пока. Пока-пока.